Всех приветствую, друзья! На связи Пентагон. Сегодня 29 апреля. Хочу записать для вас Пентагон Дейли. Последние несколько дней находился с температурой, поэтому активности у меня было мало. Собственно говоря, давайте перейдем быстро к рынку, но небольшой отчет сначала перед обзором самого рынка. Вы знаете, что я сейчас в преддверии второго Диора разгоняю депозит, собственно говоря, с 2000 долларов. Сейчас на аккаунте 5670. Вы видите, в принципе, здесь статистику со старта за последнюю неделю. Собственно говоря, сейчас на аккаунте 5678. Я нахожусь без позиции. Позицию присматриваю, позицию сейчас буду объяснять. Но к аккаунту сделано уже достаточно неплохое, небольшое количество процентов. Я не знаю, посчитайте, сколько это процентов. Мне кажется, под 150-160 процентов. Сейчас моя задача искать только качественные сделки, не спотыкаться на стопы. Поэтому очень аккуратно сижу на заборе и вам расскажу сейчас, почему я, собственно говоря, сижу на заборе. И что я жду сейчас вообще по рынку. Но, во-первых, мы забрали вот этот лонг, последний 27300-3500. И я еще забрал вот здесь небольшой шорт в 1000 баксов. И по большому счету сейчас какие-то торговые сделки в канале я совершал. Но они скорее там по 100-200 баксов без особого... не буду отдельно уделять время разбору этих позиций. Что сейчас думаю по битку вообще? Я жду зону 29800-31000 для возможного входа в шорт позицию. Объясню почему. Потому что, на мой взгляд, мы видим сейчас очень похожую формацию. Примерно такая же у нас была на прошлом вот этом восходящем движении во время болтанки возле 24000. И я как раз хотел бы вам сейчас показать, да, собственно говоря, почему я так думаю. И куда поход я этот в дальнейшем жду. То есть я вижу, что у нас было примерно такое же накопление. С примерно с таким же выносом к верхней границе. Здесь, сейчас давайте мы сделаем так, что это будет виднее. И вы поймете, к чему я это говорю. То есть у нас есть сейчас примерно похожее повторяющееся движение. То есть по большому счету вот эта проторговка, которая у нас была вот здесь, она, на мой взгляд, сейчас отзеркалена. И примерно то же самое мы сейчас с вами видим. То есть есть быстрый рост, быстрый возврат к ретесту вот этой поддержки, собственно. И якобы аккумуляция возле верхней границы вот этого треугольника. Именно поэтому 29.900 у меня сейчас стоит лимитка, по-моему, на шорт. То есть я сейчас жду как раз-таки зоны 29.000, 29.900 для того, чтобы здесь вот попробовать зацепиться в шорт. Вот отработка будет, возможно, поход к 25.000. В перспективе, я думаю, что мы увидим ретест какой-то вот этой трендовой поддержки, скорее всего. То есть я не уверен, что мы пойдем по нижним границам, да. Но вполне вероятно вот эту вот проторговку мы можем зацепить. Поэтому, собственно говоря, я смотрю сейчас за шортом. Вот, в принципе, можете посмотреть, как похоже выглядит накопление структуры, да. То есть сейчас необходим возврат к уровню 29.800. И, в принципе, с этого уровня можно уже подыскивать шорты. Что будет с топом? С топом, соответственно, будет вообще уровень выше 31.000, по-хорошему, да. И стоп нужно прятать за вот эту границу сопротивления, которая у нас сейчас есть. И возле которой мы болтаемся. И вот как раз-таки эту границу сопротивления, возможно, я еще жду для еще одного ретеста. Но хотелось бы, конечно, увидеть, если мы говорим про похожее движение, которое было у нас в марте, в феврале, в марте месяце, то здесь примерно такая же обстановка с ретестом сопротивления. Вернее, с ретестом поддержки, которая была у нас с сопротивлением на отметке 25.000. То есть вот в 25.000 я бы умещал свои покупки в лонг, да. То есть я бы докупал спот, я бы, возможно, прикупил каких-нибудь альтов. Вот именно на падении 25.000. То есть если я увижу похожее падение, то буду откупать здесь спот, докупать и буду открывать крупные фьючерсные позиции в лонг. Пока я присматриваюсь к шарту. Ретест отметки 30.000 для меня будет хорошим сигналом, в принципе, для шарта. Ну, стоп, естественно, за 31.000. Это пока будет мой план с отработкой 25.000. По соотношению риск-прибыли это хорошая сделка. Если мы говорим вот даже про текущую отметку, ну, давайте чуть выше попробуем 29.000, там, 700 взять. И с ограниченным стопом, там, за 31.000, то есть, ну, давайте 31.800 возьмем. И с отработкой в сторону 25.000, это хорошая сделка. Хорошая сделка. При сокращении стопа, там, 31.500, вот, 1 к 3, это хорошая сделка. Соответственно, вот эту сделку буду вентилировать. Какой фундаментал могут подвести? Ну, откровенно говоря, вариантов нагадить в фундаментале огромное количество. Поэтому я бы не стеснялся в методах Сека и всех его друзей, скажем так, повертолетить рынок. И, собственно, вот для меня ретест 25.000 является, наверное, приоритетом. Сейчас очень хотелось бы увидеть этот ретест для возможного продолжения движения. То есть, что, я думаю, будет потом, если мы говорим про типичный пятиволновик, который мы видели, да, ранее, то он, к сожалению, здесь не отрабатывает. Если мы говорим даже сейчас, вот, допустим, про вот этот пятиволновик, да, то есть, где раз, два, три, четыре, пять, и здесь раз, два, три, четыре, пять, то здесь мы уже, по большому счету, находимся на возможной пятой волне. То есть, раз, два, три, четыре, пять. И вот какой-то, возможно, вынос к 30, там, одной тысяче может быть. Вспомним обложку журнала Economist, да, где было три холма. И вот как раз-таки вот этот холмик, вот, ретестить 30.000. Но мы уже проретестили все необходимые отметки возле 31.000. Поэтому, в принципе, я, наверное, вообще теперь рассматриваю варианты похода с обновления двадцатки. То есть, если мы падаем к 25, не закрепляемся к 25, то есть вариант, что мы падаем обратно на 20.000, 18-20.000. И это тогда будет вообще подарок судьбы в долгосрок откупать биток. То есть, я, в принципе, сетую на то, что до Нового года мы можем еще с вами совершить несколько хороших крупных покупок. Пока, естественно, я вот подытожу, наверное, свой план, да. То есть, сейчас жду похода к 29.900, 29.800, возможно, 30.000. Подбираю там шорт со стопом 31.31.500 и с отработкой в сторону там 26.000-25.000. Это мой план. Закрепление выше 30.000. Я закрываю свой шорт, и мы идем спокойненько на 36.000. И я смотрю уже там, что делать. А пока вот план у меня такой. То же самое по эфиру. По эфиру мы с вами в последний раз, когда рассматривали, очень хорошо выглядел. И вот мы сходили до уровня там 2.150 и по большому счету сейчас рисуем большого гипа с большим ретестом вот этим правым плечом. То есть, мы уже по большому счету это плечо отретестили. И поход, если биток пойдет в сторону 25.000, эфир 1600, 1550, easy. У меня беспокойство вызывает эфир ворк, который посредний у меня сейчас находится на отметке 3.2. У меня есть, я сейчас теряю небольшие убытки. У меня куплено почти на 4% от фулл депозита этого говна. И стоп я поставил 2.7 сейчас. Поэтому в случае, если мы там 2.7 пойдем ниже, я закрываю тоже эфир ворк. И пока не собираюсь его больше откупать. Наебали меня очень плотно с возможными листингами. И вот, блядь, работа с инсайдерской информацией, это, блядь, всегда палка о двух концах. Но на 6 часах, 12 часах дневки очень хорошие диверы развороты. Поэтому там зону свою 3.2 бакса я, возможно, жду на ближайшем отскоке. Соответственно, также хотелось бы посмотреть сипку. Я знаю, что Роджер вчера шортил сипку. Есть вот 12 часов, 6 часов, в принципе, уже хорошие дивера. И есть вообще такая вероятность, что мы в случае незакрепления, вот у меня стоит пробой 4.170, в случае, если мы там не пробиваем, не закрепляемся, то да, есть обратная вероятность вообще пойти в сторону 3.200, 3.400. Это рецессия. Это рецессия рынков. И, в принципе, я бы сетовал на то, что мы не сможем закрепиться выше 4.200 и, возможно, пойдем к нижней границе. Вот мой Пентагон Дейли план пока такой. Собственно говоря, друзья, напоминаю, сегодня либо в 6, либо в 7 часов в Москве у нас методы. Заходите, не забывайте. Все, кто еще не подписался на Dior, подпишитесь на Dior. Обучение стартует чуть позже по причинам моих, скажем так, болезней. Запускаться будем к середине мая. Сейчас уже есть больше 300 человек. Я планирую человек 700 по плану взять в поток. Я думаю, это будет тот потолок, который мы сможем пнуть. Но, в крайняк, и опять же, не забывайте шерить свои рефералки. Не забывайте получать бонусы, использовать Tripwire. И, собственно говоря, скидывайте свои монеты, которые нужно посмотреть в следующем обзоре. Я позову Айнура и Тагира, благо они здесь. И мы совместно сделаем вам большой такой вкусный обзор. На связи был Пентагон. Вам всем доброе утро, хороших выходных. Целую ваши мозги и пока-пока-пока.